Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про один пейзажный парк площадью более 80 гектар, который находится на севере Лондона в районе под названием Харинги. Это Александра парк, названного так в честь бракосочетания принца Уэльского с датской принцессой Александрой. Я посещала этот парк 2 или 3 раза. Впервые я попала туда в ноябре 2012 года. Вместе с братом и мамой, которая тогда гостила у нас, мы договорились встретиться на станции метро Вудгрин, неподалеку от которой и находится этот парк, и пойти погулять по красивейшему осеннему золотистому лесу. В парке произрастают дубы, клены, ясень, тис, рябина, граб, тополь, каштан, боярышник и калина. Всей этой красотой мы и решили насладиться в один из выходных дней. На территории парка находится Александра Палас, это дворец, где обычно проходят концертные и выставочные мероприятия. Он был построен в 1873 году. Здесь также находятся поля для спортивных игр, озеро для занятия греблей и даже горнолыжная трасса. Парк создан по проекту Александра Маккензи в 1863 году. Отсюда, с площадки перед Александра Палас, открывается великолепный вид на лондонский сити. В самом парке можно увидеть различных животных. Мы, например, встретили оленей, которые мирно лежали около деревьев и загорали на солнышке. Также там есть небольшое озеро, в районе которого расположена кафешка и детская площадка для семейного отдыха. В этом озере можно прокатиться на катамаранах и погулять вокруг него со своей собакой. Мы всей семьей прошлись вокруг озера и направились в сторону Александра Палас. Как я уже сказала, это культурно-развлекательный центр викторианской эпохи, площадью около 30 тысяч квадратных метров, который был возведен в качестве своеобразного ответа северного Лондона на южный хрустальный дворец, украшение юга британской столицы. В настоящее время архитектурно-парковый комплекс сочетает функции конгресс-центра и крытого катка в зимнее время года. Александра Палас невозможно представить без телевышки, которая эксплуатируется с 1936 года. Именно отсюда в 1930-е годы начинал свое вещание телеканал BBC. Мы прогулялись по променаду вдоль Александра Палас и спустились вниз на обзорную площадку, откуда посмотрели на Лондон с северной его части. Отсюда можно разглядеть олимпийские объекты и очертания лондонского сити. Вот таким вот был наш день в ноябре. Просто обычная семейная прогулка по парку. Надолго запомнилась мне своим каким-то осенним волшебством. Затем в 2014 году летом я жила в районе станции метро Wood Green. Так получилось, что в тот момент, когда я искала работу няней, мне пришлось сменить место жительства. И я попросилась немного погостить у знакомой брата, которая в принципе разрешила мне пожить в ее доме. И тоже как-то в один из выходных дней я решила прогуляться по парку. К сожалению, фотографий и видео нет. Наверное, я может быть и не снимала ничего, просто была приятная прогулка. А в мае 2016 года я снимала там видеоклип для своей словацкой подруги Моники. В принципе, благодаря этому клипу мы стали друзьями. Я уже рассказывала, что Монику я нашла на просторах интернета, по-моему, на сайте Gun3, просто поместив объявление о том, что ищу англоговорящих друзей для того, чтобы подтянуть свой английский язык. Если кто не помнит о нашем знакомстве с Моникой, можете смотреть в этом ролике. И вот так на втором курсе у нас было задание самостоятельно снять какой-либо фильм, какой-либо проект с людьми, которые находятся вне университета. Ну, то есть не с однокурсниками и не с теми, кто учился на параллельных потоках. Ну, так как у меня друзей искусства, в принципе, не было вокруг, а Моника рассказывала о том, что она пишет и поёт свои песни, я решила предложить ей снять клип, попробовать снять. Я ещё на тот момент ничего не знала о съёмках музыкального видео, music video, это так называется по-английски. О съёмках клипа не то, что в Лондоне, а вообще. И сняла студию, взяла в прокате у нас в университете камеру, и одну часть с Моникой мы записали в студии на зелёном экране, на грин-скрин, после чего можно было наложить там разные эффекты. Плюсом к этому мы решили снять некую лавстори, чтобы добавить в клип, и искали подходящих актёров. Мы подали объявление на кастинг Call Pro, по-моему, так назывался веб-сайт, где можно было найти актёров, которые тоже либо за небольшую денежку, либо за бесплатно хотели поучаствовать в студенческих проектах, чтобы у них было тоже какое-никакое своё портфолио. И так вот мы нашли парня и девушку, которые согласились сыграть влюблённую парочку. Мы также их пригласили и в студию, и потом поехали в один из съёмочных дней снимать эту парочку и Монику, которая пела, сидя на лавочке, в Александра парк. К песню Моника сказала «Можешь выбрать сама» из её альбома. Она прислала мне целый альбом, я прослушала, и мы выбрали песню под названием «Come back to me» — «Вернись ко мне». Ну, мне понравился мотив, мне понравились слова, и вот так вот мы записали с ней первый в моей жизни видеоклип. К этому проекту мне пришлось прочитать некую литературу, потому что надо было в университете ещё и писать эссе о том, что я делаю и почему я снимаю именно так, а не так. В итоге оказалось, что видеоклип — это не так-то просто снять. Самым главным моментом, что я запомнила при съёмке видеоклипа, надо постоянно двигать камеру, то есть подъезжать к человеку, уменьшать там зум, как-то с разных ракурсов снимать. Потому что когда камера просто стоит и человек перед ней двигается, получается неживая картинка, и видеоклип тогда не получится. Вот это основное, что я запомнила для съёмки видеоклипов. Вообще, очень интересное было у меня обучение на курсе «Диджитал фильм и видео». Об этом я уже тоже какие-то моменты рассказывала. Если кто хочет, смотрите в этом плейлисте о моём образовании в Англии. Ну и дальше я буду постепенно рассказывать то, что вспомним. А вот сегодня показываю небольшой кусочек из этого клипа и сам Александра Парк. И так как мы последнюю часть снимали в мае 2016 года, я стала работать над монтажом всего клипа. Это тоже очень сложная часть, как оказалось. Свести все треки, студии, парка. Там мы ещё в городе кое-какие моменты снимали. А также музыку и то, как Моника открывает рот под её музыку. В общем, всё это вместе свести было очень сложно. Я начала работать над этим. Мы уже что-то сделали. Осталось только наложить картинки на green screen, то есть на зелёный экран. Ну, если кто не знает эту технику, снимается какой-то объект или человек на зелёном экране, а потом на зелёное можно, оказывается, наложить любую картинку. Так обычно снимают сцены, когда человек едет в автомобиль. Какие-то трюки снимают. В общем, очень много съёмок, фильмов проходит на зелёном экране. А потом под это уже подкладывают какие-то спецэффекты. Когда я всё это свела и осталось только найти некие картинки и наложить эти картинки на зелёный экран, я узнала о том, что у меня погиб брат. И, естественно, уже в тот момент я уже ничего не могла делать. На меня навалилось огромное количество его дел. И я сказала, Моника, извини, я не могу доделать этот клип. И она решила попробовать доделать монтаж сама. То есть найти картинки, подложить там, что-то увеличила, что-то уменьшила, что-то сделала прозрачным. Ну, настолько, насколько она могла. И у нас получился, так скажем, первый блин комом. Если кто хочет смотреть этот клип полностью, можете перейти по этой ссылочке и посмотреть видео на моём канале, где я выставляла все свои учебные и послеучебные проекты. Ну и потом мы с Моникой сняли ещё два клипа. На Майорку ездили. И там решили ещё один клип снять. И оказалось, что мы снимали его на нудистском пляже. Об этом я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Ну и потом она решила снять профессиональную студию и нанять профессиональных танцоров. И снять другой клип. Где-то мы... Я даже не помню место, куда мы выезжали. Это был где-то в Восточный Лондон. Даже не Лондон, а под Лондоном. И тоже у нас получился некий клип. Она монтаж уже делала сама, а я ей только помогала в съёмке. Ну вот такие вот у нас были проекты с Моникой. И вот такой вот он был Александра парк. Если кто сейчас находится в Лондоне и хочет погулять по осеннему Александра парку, можете проехать до станции Вудгрим. И ещё пройтись немножечко на север, минут 15. Там увидите железнодорожную станцию. И уже от неё идёт дорога в этот парк. Вот пока и всё, что я хотела рассказать о парке. О других лондонских парках я тоже когда-нибудь расскажу. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok